Всем-всем привет, с вами Клеопатра. В этом видео мы поговорим с вами о крутых концептах, которые могут реально добавить в игру, и они изменят жизнь многих игроков. А чтобы изменить вашу жизнь в Клэше прямо сейчас, рекомендую заглянуть в клан 17 уровня Монстры. Ребята входят в топ 40 лучших кланов мира по рейдам и занимают третье место по ру-рейтингу. Вход клан открыт, начиная от 14-й ратуши не только для тех, кто любит играть в столицы, но и для ребят, заинтересованных в постоянных клановых войнах, фуловых клановых играх и высокой лиги в ЛВК. Актив кланник круглосуточный, руководство всегда на связи в чате и в отдельной беседе в Телеграм, где есть каждый участник клана. Уже в следующем сезоне ЛВК ребята гарантируют подъем лиги до Мастер 3 и постараются после очередных рейдовых выходных зайти в список легендарных кланов. Атек клана Монстра есть, как всегда, в описании к этому видео. На создание этого видео меня вдохновил один концепт, которому я была поражена. И начнем мы именно с него, чтобы вы поняли, насколько разработчики внимательно следят за всеми идеями. Давайте для начала взглянем на пряничный домик, который можно было собрать, проходя испытания в декабре 2022 года. Внимательно на него посмотрите, запомните, как он выглядит. И теперь посмотрите на этот концепт. Вы видите разницу? Насколько эти домики похожи? А ведь этот концепт был создан задолго до выхода пряничного домика. Пост с этим концептом появился на реддите еще в июле. Кстати, все ссылки на концепты, которые использованы в этом видео, я оставлю в описании, чтобы вы смогли ознакомиться с ними более детально. Так вот, это говорит о том, что настоящий пряничный домик, который появился в Клэше аж в декабре, то есть спустя практически полгода, скорее всего был замечен разработчиками. Либо идеи настолько хорошо сошлись, что получились чуть ли не одинаковые домики. Автор этого же концепта предлагал еще и интересную идею со сменой цвета флагов на домиках. В зависимости от того, является ли игрок сороком, главой или топ-донатером. На мой взгляд, идея хорошая, но немного недоработанная. Можно сделать интереснее, потому что сама по себе другая раскраска флага, ну, ничем таким особым не является. Следующая идея связана с чатом клана. Наверняка вы замечали, что в Клэше сейчас у каждого клана есть беседа ВКонтакте, в Телеграме, в Дискорде, еще где-то. В общем, все используют дополнительные соцсети для общения. Хотя, все это можно делать внутри игры. И вот различные модификации, как это может выглядеть, как сделать чат интереснее, предложенные еще одним автором, и на мой взгляд, некоторые из них действительно заслуживают внимания. Во-первых, можно сделать более расширенную версию чата клана, где было видно, какой игрок печатает сообщение, как это происходит в соцсетях. Это достаточно удобно. Но самая классная фишка, которая меня порадовала, это отдельный лидерский чат, для того, чтобы сороки и главы могли там обсуждать насущные вопросы. Еще одной хорошей идеей может быть создание аудита. Нечто подобное есть в Дискорде, где описывается абсолютно каждое событие. Кто зашел на сервер, кто вышел, кто получил бан и так далее. Все это может мониториться в отдельном чате и, опять же, может быть полезно для руководства. Отдельная вкладка с напоминаниями и заметками для всего клана, например, не забудьте провести атаки в рейдах, возможно, будет не так хороша, потому что сейчас есть рассылка писем, от которых приходят уведомления. А вот отдельная доска с опросами, где может принять участие абсолютно каждый игрок клана, очень актуально, потому что с помощью таких опросов вы можете узнать мнение большинства клана. И для этого, опять же, вам не нужно переходить в соцсети. А следующая крутая функция понравится абсолютно каждому игроку. Это калькулятор прокачки, но внутри самой игры, а не на сторонних сайтах. Такой калькулятор показывал бы полную сводку не только по количеству строений, которые еще не прокачаны, что сейчас есть в игре, если нажать на строителя, но самое главное по примерному времени прокачки и по проценту. То есть игрок может видеть свой прогресс наглядно и понимать, какая часть у него проседает. Например, на этом скриншоте видно, что заклинания и герои прокачаны хуже всего, а вот стены прокачаны уже на 85%, то есть близятся к фуллу. Таким образом, игрок смог бы более хорошо прокачиваться с точки зрения баланса и примерно представлять, когда он может перейти на следующую ратушу. И наконец, следующие несколько идей будут касаться магазина, но магазина легендарного. Я уже видела множество концептов о том, как может выглядеть магазин для легендарной лиги, чтобы там тратить легендарные трофеи. Но этот концепт мне понравился больше всего, потому что он самый разноплановый и разносторонний. Итак, здесь три вкладки. Во-первых, это загрузочные экраны, во-вторых, иконки профиля, и в-третьих, нечто уникальное, о чем поговорим позже. Тратя легендарные трофеи, игрок может приобрести себе тот загрузочный экран, который он хочет видеть. Причем можно добавлять не только загрузочные экраны в виде фан-артов, например, как здесь, но и загрузочный экран, допустим, 2012 года. Может быть, кто-то хочет поностальгировать. Стоимость, конечно, должна быть разной в зависимости от редкости этого экрана, но таким образом каждый игрок может кастомизировать хотя бы начало игры для себя. Также это может быть отличным стартом для запуска компании Supercell Make, где авторы могут предлагать свои работы, и опять же, самая классная работа может стать новым загрузочным экраном. Помимо загрузочных экранов, можно продавать и оформление. Но, с другой стороны, такая история очень сильно скажется на бюджете Supercell, и я думаю, что оформление вряд ли когда-то будут продаваться за трофеи от легендарной лиги. А вот изменения внешнего вида иконки Clash, почему бы и нет? Опять же, можно ее менять в зависимости от того, какая вам нравится. Можно поставить старую иконку, можно новогоднюю, можно с одним варваром, с другим варваром. Это тоже кастомизация, и почему бы и нет? Вот примерно так выглядит раздел иконок Clash, которые тоже можно будет приобретать за трофеи от легендарной лиги. И, наконец, последний раздел, на мой взгляд, самый интересный. Помимо старых моделей королевы или короля, которые можно купить и использовать их в качестве скина, автор этого концепта предлагает использовать магические бобы. На скрине много буков, но если вкратце, то эти бобы позволяют вам выращивать препятствия, которые ранее были уникальными. То есть, речь идет о препятствиях, которые вырастают на Хэллоуин, на Новый год и на любые другие праздники. Потому что есть огромное количество игроков, которые по ошибке, или не зная, или не подумав, удалили эти препятствия, а теперь жалеют. Однако, сейчас все борцы за справедливость возмутятся. Как так? Я же выращивал их с 2012 года, а тут пришел новичок и получил такую же коллекцию, но ведь он не играл в 2012 году. Этот вопрос автор тоже решил, потому что с помощью таких бобов, те препятствия, которые были выращены именно вами, а не настоящие, они отличались бы немножко внешне. Например, имели вот такую подсветку. Хотя, честно говоря, мне даже больше нравится выращенный торт, чем оригинальный. Но главное, чего хочет добиться тут автор, с помощью этих бобов можно было бы получить возможность вновь вырастить препятствия, которые вы когда-то удалили или вовсе не получили, потому что не играли в то время. Напишите в комментариях, какой из концептов вам понравился больше всего и что хотели бы видеть в игре. А я хочу поблагодарить спонсоров канала. Янис, Сергей, Джак Волков, Вячеслав Ти, Дрэгон Айк, Сынок Санечка и Бэтбой за помощь и поддержку. А если ты хочешь получить множество классных бонусов, то нажимай на кнопку «Спонсировать» на моем канале и выбирай нужный тебе уровень. Уникальные эмоции и значки будут выделять тебя в комментариях. Общий чат спонсоров, где можно пообщаться со мной, доступ к эксклюзивному контенту, который не публикуется на канале, след в истории моего канала и уникальные разговорные видео со мной. Все это можно получить, оформив спонсорскую подписку на мой канал. Я буду рада видеть тебя в элитном зеленом отряде Клеопатра. А клэшерами дня сегодня становятся авторы этих комментариев. Если хочешь так же, то прямо сейчас оставляй интересный или забавный комментарий к этому выпуску. Не забудь подписаться на канал и прожать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну а я желаю тебе удачи и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok